Недавно для того, чтобы выяснить, какой именно вид спорта полезен, ученые из Австралии решили провести наблюдение за 80 тысячами британцев и австралийцев. В течение 12 лет подопытные занимались различными видами спорта, а исследователи фиксировали, насколько физические нагрузки влияют на продолжительность их жизни и предрасположенность к болезням. И оказалось, что главное не столько, как часто люди занимаются физкультурой, сколько именно сам вид спорта. Сегодня на восьмом канале мы расскажем о восьми спортивных занятиях, которые, по мнению различных ученых, являются самыми идеальными для нашего организма. Бадминтон. Этот вид спорта не сильно распространен в нашей стране и секции по нему встречаются нечасто. А вот как вид активного отдыха он очень популярен, ведь правила у этой игры довольно просты. Только вот непростые нагрузки. За счет этого первый плюс – уменьшение избыточного веса. Здесь можно существенно похудеть, при этом принимая то же самое количество пищи, то есть не надо даже садиться на диеты. Второй плюс – слежение за летящим валаном выступает в роли полезной глазной гимнастики. Оказывается, что всего после 10 игр показатели зрения улучшаются примерно на 27%. Также в ходе игры бадминтонист пробегает больше, чем футболист, а интенсивность нагрузки во время розыгрыша очка, как у хоккеиста, отыгрывающего свою смену. А самое главное – бадминтон снижает вероятность смерти из-за проблем с сердцем и сосудами на 56%, а также на 47% от преждевременной смерти по другим возможным причинам. Теннис. Неудивительно, что соседний бадминтону вид спорта тоже особо полезен для человека. Суть игры почти такая же, а значит и результат для организма будет подобный. Отличие только в том, что в теннисе почти все, а именно ракетка, поле и время игры в два раза больше. Этот вид спорта предполагает кардиотренировку, поскольку тренируются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. С позицией психологии теннис также полезен, поскольку игра позволяет сбросить психическое и физическое напряжение. Глубокая концентрация на процессе игры, на действиях противника, на собственных действиях, а затем полное и резкое расслабление, способны произвести мощный оздоровительный эффект. Теннис порой относит к интеллектуальным видам спорта. И не зря. Здесь не последняя роль отводится стратегии и тактике каждого гейма, знанию минусов и плюсов соперника. Это, в свою очередь, отлично развивает мышление и внимание. Плавание. Людям издревле известно, что вода – это едва ли не самая полезная вещь на земле. Секрет в том, что при плавании задействуется несколько основных групп мышц, которые равномерно нагружаются, при этом не переутомляясь до ломоты и болей после тренировки. Занятия в воде снижают артериальное давление, помогая в лечении гипертонии и являются отличной профилактикой болезней сердца и сосудов. Улучшается сердечный ритм, а порой даже проходит головная боль. В процессе заплыва учащается и углубляется дыхание, соответственно, усиливается работа сердечно-сосудистой системы и легких. Кровь насыщается кислородом и устраняется кислородное голодание тканей. Плавание, кстати, относится к группе аэробных тренировок, то есть таких, которые активизируют обмен веществ и повышают выносливость организма. Ну и, как известно, в психологическом плане успокаивающая вода также играет не последнюю роль. Аэробика. Человеческим языком аэробика – это набор различных гимнастических упражнений, включая ходьбу, бег, прыжки и подскоки, а также упражнения для развития силы и гибкости, выполняемых под музыку. Этакая ритмичная физкультура. Так вот, она, оказывается, выходит полезнее, чем обычные упражнения, которые мы знаем со школьных лет. Интенсивные планомерные нагрузки, которыми, кстати, можно заниматься даже дома без тренера, в первую очередь укрепляют костную систему. Во-вторых, здесь снижается риск атеросклероза, поскольку оптимизируется содержание холестерина. Полезная аэробика и для улучшения работы эндокринной системы, стимуляции деятельности гипофиза и надпучечников, а также для нормализации водно-солевого, жирового, углеводного и белкового обмена в организме. Причем, как бы этот вид спорта мужчины не клеймили сугубо женским, польза атеросклероза касается и их самих. Велоспорт. Сегодня время диктует свои особенности работы и жизни. Основная половина работников находится в офисе. Движения практически никакого, развивается гиподинамия, которая приводит к ожирению и другим плохим вещам. Но, к счастью, люди это стали понимать. Именно поэтому сегодня, как вид транспорта и активного отдыха, очень популярным стал велосипед. Катание на нем решает уйму проблем, причем довольно быстро. Здесь и тренировка сердца, и дыхание, и всех групп мышц. Интересно, что в велоспорте также стимулируется кровоснабжение органов малого таза у мужчин и женщин. Следовательно, нормализуется и работа желез внутренних секреций. Иначе говоря, и у тех, и у других улучшается качество половой жизни. Вдобавок к этому, замечено, что женщины, которые увлекались велосипедом до беременности, легче переносят роды, а малыши у них рождаются, как правило, с минимально возможным количеством осложнений. Спортивная ходьба. Этот вид спорта часто недооценивают и порой даже насмехаются над ним. Мол, что за спорт такой? Обычная ходьба? Это значит, им занимается каждый на планете? В какой-то мере это правда, но именно в простоте и доступности такого незамысловатого вида спорта и кроется секрет его полезности. Во время ходьбы происходит активная работа рук и корпуса, и эффективность этих занятий можно сравнить с теми же плаванием и бегом. Здесь происходит тренировка мышц спины, груди, ног и ягодиц. Вот только в отличие от бега, тут меньше нагрузки на суставы и связки ног, а следовательно и меньше риск получить травму. При занятиях ходьбой человек легко контролирует и дозирует общую нагрузку. Здесь не надо потеть в прямом и переносном смысле. Заниматься этим видом спорта можно в любом возрасте. Это, например, идеальный выбор для пожилых людей, которым их здоровье устраивает целый ряд испытаний. Кстати, более взрослое поколение часто предпочитает именно скандинавскую ходьбу, для которой нужны еще палки. Этот вид прогулки сжигает больше калорий, приводит в норму уровень сахара и улучшает чувство равновесия. Танцы. Конечно, влияние танцев на организм в зависимости от вида упражнений, будь это хип-хоп или танго, может отличаться, но есть и общая польза для здоровья человека. Самое главное – спина и позвоночник. Воздействуя на них, танцы прививают порой потрясающую осанку, укрепляют мышцы и формируют красивую ровную походку. Очевидно, что этот вид занятий улучшает координацию движений и укрепляет вестибулярный аппарат. Если вы занимаетесь танцами довольно долгий промежуток времени, то вы неплохо тренируете память, ведь все движения и номера надо всегда держать в голове. Из-за этого, кстати, снижается и риск возникновения болезни Альцгеймера. Ну и, конечно же, танцы положительно влияют на психическое состояние человека, так как помогают при выработке гормонов счастья – эндорфинов. Они, в свою очередь, улучшают настроение, помогают бороться со стрессами, депрессиями, страхами и нервозностью. Йога. Это занятие сегодня хоть и не считается видом спорта, однако физические нагрузки здесь есть, а это значит, что польза от этого занятия тоже имеется. К тому же йога построена почти на всех тех же аспектах, что и гимнастика. Правда, здесь во главу ставится медитативная практика, в то время как способность закручивать по-всякому свое тело уходит на второй план. Регулярные упражнения, направленные на снятие напряжения, которого с избытком хватает в нашей с вами жизни, способны уменьшить кровяное давление и предотвратить болезни сердца. Йога помогает организму бороться с депрессией и улучшает наш сон. Что касается того самого элемента гимнастики, то он может уменьшить хроническую боль, а также поспособствовать заживлению переломов и растяжений. Периодические занятия могут, к слову, вообще предотвратить повторную травму сустава. Таким образом, йога – это такой вид занятий, который буквально исцеляет человека изнутри, не давая ему стареть ни духом, ни телом. Возможно, многие из вас удивятся, а где же бег, где футбол, тяжелая атлетика? Ведь там и мышцы качаются, и легкие тренируются. Дело в том, что не все подобные виды спорта имеют только полезную сторону. Давно известно, что профессиональные спортсмены не отличаются крепким здоровьем в старости и не могут похвастаться долголетием. Тот же бег порой к преклонному возрасту уже не дает многим спокойно ходить, а тяжелая атлетика с годами часто буквально разрушает позвоночник человека. Поэтому, если вы действительно ищите в спорте только оздоровительные и омолаживающие эффекты, то выбор должен идти в пользу более гуманных, легких и равномерно нагруженных занятий. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Продолжение следует...